всем до конца кто вы по национальности я обязан спросить потому что за часть нашей программы я знаю чтобы по маме одна кровь по папе другая расскажите но я однозначно я русский режиссер меня даже нет сомнений нет сомнений в этом смысле да по отцу я у меня отец был из нагорного карабаха армянин кстати старинный рот нагорно-карабахский был сам родом у нас баку был вот но он тоже был очень русифицирован мама у меня из такая глубинки с деревни русской с село солганы есть такое то в районе разомался нижний новгород там за за волга и туда километров 150 вот их рот оттуда и в общем мы были там нет к сожалению не был но очень надо мне съесть даже последнее время какую-то связь на окажется это знаменитое село слушайте там просто она такой русско-татарской как я понимаю там как бы такая смесь и оказывается там она существует и там со своя какая-то очень историю не собирают она старинная ну как как фамилия мама шашкина а на шаш а папы шах назар а то вот старинная армянская это было милик шах назар милик шах назар милик шах назар была фамилия вот у меня есть документы они были мельк милик это как бы дворянская такая вот вот и его предок у меня есть документы 3838 года он подал он уже был уже был штабс-капитан шах назаров уже русифицирован это какое время это в начал 19 века то есть это после турков уже после присоединения он подал документы у нас есть копии вот у нас хранится вот в семье передается эта копия он отправил царю чтобы подтвердили право владения вот вот этот верондаш уши это самое самое такое место за которой это вот это вот это но уже он русифицировал фамилию это я правильно понимаю это персы тоже да но я думаю трудно мне кажется что происхождение было иранское потому что карабах был долго под иранцами но видимо потом арменизировались там женились но видимо какая-то какие-то были корни из ирана во всяком случае когда я приезжаю в уран я несколько раз там участвовал в фестивалях у них там святое там это они они мне всегда говорят а вы наш фамилия вообще иранская а вы чувствуете это проявление крови этой старой крови у вас нет у меня у нас семья была абсолютно такая конечно русифицированная в общем она но я бы сказал что я в себе чувствовать спыльчивость у меня есть такой момент нехороший кстати потому что бывает я бываю мне кажется чрезмерное эмоционально вспыльчиво то это у меня я чувствую вот с той стороны идет с папиной папа кстати тоже был при внешнем своем такой очень интеллигентный деликатный но был вспыльчивый такой был как говорится это и вот я чувствую что вот темперамент у меня какой-то вот оттуда вот двигается но в таких привычках нет у нас никогда не было хотя мама мама кстати научилась что-то она делала долму там чутка это но это тоже она сама научилась это просто просто нет таких у нас каких-то не было таких традиций конечно интересно было бы в баку съездить но сейчас не знаю как это все с этими историями а вы не были к папа последние годы перед смертью вообще-то очень хотел бы он же бакинец он оттуда на фронт ушел вот и потом вернулся после форм три года на фронте два года еще в армии потом вернулся в баку заканчивал юридически что там не помню университет у них не знаю то есть он вообще бакинец очень любил баку он конечно не так хотел поехать но уже была вся история вот с конфликтом армении карабах это не могли и сейчас не знаю нас есть еще одна традиция в конце